Конституционный суд России признал законными поправки в Конституцию. Это решение носит законную силу и не может быть обжаловано. В основной закон государства внесено более 200 изменений. Тему продолжит Александр Коваленко. Среди ряда поправок в Конституцию основными считаются семейные ценности и дети, достойный труд, право на социальные гарантии, доступная и качественная медицина, за справедливость и контроль над чиновниками, патриотизм, защита суверенитета, стабильная сбалансированная власть и многое другое. Конституционный суд одобрил поправки в основной закон страны и процедуру их принятия. Своё заключение суд направил президенту Владимиру Путину. Они назрели временем и, соответственно, их нужно было внедрять. Людям нужна стабильность политическая, чтобы жизнь была безопасной. Второе, чтобы были социальные гарантии для людей, чтобы человек знал, что он живёт, его дети растут, и всё будет нормально в социальной сфере, чтобы государство им будет помогать. Такие тоже поправки есть в Конституции, которые вносятся в новую. И третье, доходы населения, чтобы люди могли уверенно жить завтрашним днём, что их доходы будут увеличиваться. Ещё ранее закон одобрили в Госдуме, Совете Федерации и всех региональных парламентах. Теперь слово за гражданами нашей страны. Определена и дата голосования – 22 апреля. День референдума может перенестись только в одном случае, отметил Владимир Путин на встрече с председателем Центральной избирательной комиссии России Эллой Памфиловой. Мы будем проводить это голосование только в том случае, если эта ситуация позволит проводить подобные мероприятия. Потому что при всей важности изменений в основной закон сторон нет ничего более важного, чем здоровье и жизнь наших граждан. Александра Коваленко, Расул Бердиев, Вести Карачаева, Черкесия.